Первый раз в Марморисе я оказался, когда нам в круизе отменили порт Стамбул. И вместо Стамбула высадили в Марморисе. Это был свадебный круиз, и тогда в Стамбуле шли вот эти волнения на площади Токсим. И, собственно, Марморис я видел из окна каюты. Пока мы ждали автобус и всех туристов, кто должен был лететь, собственно, в Стамбул. Я чуть-чуть погулял по порту этому пассажирскому. Мне понравилось, климат понравился, там еще какие-то тачки американские стояли. Ну и как-то все и забылось. Прошло пара лет, родился ребенок. Я помню, что мы полетели на весь июль на Бали. И этот отдых вышел совсем не бюджетный раз. А во-вторых, меня такое постигло и разочарование. Я понял, что вся Азия, одно дело, когда ты отдыхаешь сам или со своей девушкой, на мотоцикле гоняешь. А совсем другое, когда ты с ребенком. И мы вернулись в Питер. Что-то была погода не очень. И спустя два месяца жена мне говорит, поехали в Турцию. Я говорю, ну не знаю, это же деньги надо. Она говорит, слушай, ну это все как бы дешево. И мы полетели первый раз в октябре, когда уже заканчивается сезон. Неделю, по-моему, или там дней 10 жили в Марморисе. А потом переехали в Ичмиллер, в отель, все включено. Там я первый раз в жизни, в 30 с лишним лет, понял, что такое система, все включено. Насколько это круто, удобно, дешево, надежно и практично. Ну что, расскажу немного про это место, совершенно чумовое. Вот сейчас, вот это съемки, это Ичмиллер. Вот это пляж Ичмиллера, напротив отеля Марти. Ну это один из лучших отелей Ичмиллера. И Марморис вообще всего. Ну первое, с чего хочется начать, это, конечно, вода. То есть чистейшая вода, голубой флаг, ЮНЕСКО. Ну кто знает, что это за флаг. Вот, то есть Ичмиллер висит этот голубой флаг. Марморис меня не так как бы поразил. Я думаю, что меня бы он приколол до свадьбы, бары, веселья, дискотеки. Все вот это. Вот, а когда мы были первый раз, вот ребенку был год, вот этот вот променад, по которому я сейчас иду и снимаю, он меня, конечно, поразил. Потому что вот это где-то 15 километров в каждую сторону, от Мармориса до Ичмиллера, через всякие красивые вот эти места. Ну вот, собственно, вот эта вот аллея с пальмами, за ней Марти, справа, по-моему, Орка Синтида, отель. Это вот их пляж. И тогда мне очень сильно бросился в глаза вот этот контраст, насколько в Турции все организовано для семейного отдыха. То есть, насколько не организовано все в Азии, и насколько Турция такая европизированная страна, но при этом цены совершенно на другом уровне. То есть, это такой маленький кусочек какой-то Швейцарии, Европы такой, Греции или что-то такого. Но при этом цены не в евро, а в лирах, и достаточно все как бы дешево. Вот этот совершенно чумовой променад, тень, тень этих сосен. Сосны эти нагреваются на солнце, и передать этот запах хвои, это, конечно, сложно. Но даже ребенок у нас по запаху, вдыхая воздух, понимал, что мы, например, откуда-то, если мы уезжали из поселка, он понимал, что мы в поселок возвращаемся. И вот этот вот променад, вот вдали где-то там горы, вот там где-то конец вот этого променада. То есть, вот это много-много километров ты идешь. Ну, это, конечно, для любителей таких прогулок, ну, вот мы любители походить, посмотреть. Но вот для нас это, конечно, совершенно такой отличный способ как бы и гулять, это такой и кардио какая-то нагрузка. Это же отель, и все включено, куча еды. В чем, кстати, крутость вот этих отелей, когда ты с ребенком, у кого есть дети, те понимают, что там можешь зайти в ресторан, что-то ему взять, какой-то суп, который он у тебя там есть, откажется. И ты там ему возьмешь еще что-нибудь, он тоже это откажется есть. А тут, собственно, ты пошел, выбрал, что-то положил, дал ему, попробовал, пошло, не пошло. Ну, то есть, вот так. Излюбленный вот этот променад. Это уже другой отель. Нет волн, опять же, Marmaris и H. Miller, это такая закрытая бухта. Волны нет, у меня ребенок вот в год, в два спокойно заходит по шею, там, не боится ничего. Дойдут, я надеюсь, у меня руки в ближайшее время. Я соберу видео по прошлому году, как мы месяц, весь октябрь отдыхали. Это был момент, когда были закрыты чартеры. И когда все у нас спрашивали, вам не страшно, вам не страшно. Ну, потому что летом был теракт в Стамбуле, потом была попытка переворота Эрдогана. И вот именно в прошлом году все у нас там спрашивали, насколько мы говорили, мы отчаянны. Но на самом деле, не знаю, все было тихо, ровно в самом отдыхе. Вот, но цены были просто, то есть мы там месяц провели, сменили три отеля, там, начиная от бутик-отель у нас был потом четверка, такая крепкая, и закончили все пятеркой. В общем, мы пожили во всех там самых крутых отелях Мармориса и Чмиллера, вот, ну, за такие относительно небольшие деньги. В этом году мы уже не дотянули до октября, в связи с тем, что были в Круизе на Карибах, провели отлично месяц. Карибы, Европа, все как бы круто, но думали, что мы вернемся в середине мая, вернемся, тут уже будет лето, будет классно. Мы приехали, а у нас тут в Питере снег лежал, вот, в середине, ну, выпал снег в середине мая. Ну, и, собственно, даже вот эти 10 дней, которые мы были, мы сейчас ездили по пакету, ну, то есть от Пегаса купили путевку, 10 дней за 60 тысяч. Вот за эти 10 дней был один теплый день, когда мы прилетели в Питер, я спросил таксиста, он говорит, да, сегодня первый теплый день. Вот он нас вез домой, вот, в общем, до октября мы уже не дотянули. Ну, и думаю, что в Марморис и Чмелер мы больше не вернемся уже, ну, пока ближайшие несколько лет, все-таки 3 года подряд, наверное, многовато. Вот, ну, выйдет несколько видео, я все постараюсь рассказать, что, как и где в самом этом поселке. На кадрах Марморис Марина, я немного счетырил, так скажем, проскочил этап самого Мармориса. Ну, что, там, все то же самое. С одной стороны слева отели-рестораны, справа море и пляж. Вот, а это конец променады, Марина. Вот за этими ресторанами старая крепость, прикольное, как бы, место. Вот, просто мы там уже были, надо забираться в узкие улицы, с коляской никак. И вот это я снимал вечером, достаточно жарко. Ну, вообще, в крепость уже не пошел. В крепость у меня есть на видео с прошлого года. Вот, и вот за вот этими яхточками, за фонтанчиками, вот, мостик будет. И там такое уже местечко всяких дорогих бутиков, ресторанов. Ну, всякие рыбные рестораны, свежий сифуд. В общем, очень приятное место для прогулок. Вечером посидеть, посидеть кальян, покурить. Ну, в общем, такое цивилизованное такое местечко. Очень, ну, сами видите, очень все симпатично. Это местные они здесь в Лое, да? На глубине где-то? 250 лир? Да. Тебе нормален? 4 нормален лир. 400 лир. Я понял. Спасибо. Тебя скидка есть. Спасибо. Хорошо. Можно визит, ну, как? Пожалуйста, не забудьте. Хорошо? Да, да. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok